О-о-о Разорвав, страх не принимаю Отвергаю всю ложь Ту, что мне сказали Я занимаю место так Чтобы с Богом вместе взять Плачь, что дал мне на Христе Иисус Слово Твое на устах Приносит изменения Силой Твоей я иду Про возглашать спасение Я пророчество Я пророчество Я пророчество Я иду, чтобы стать Кем меня призвал ты Верю в слово твоё И твой дух со мною Я занимаю место так Чтобы с Богом вместе взять Власть, что дал мне на кресте Иисус Слово твое на устах Приносит изменения Силой твоей я иду Про возглашать спасение Я пророчит твой Я пророчит твой Славлю, не зная поражений, Я славлю искупленный Тобой, Я славлю Святой Господь во мне. Я славлю за каждую победу, Славлю Твой Дух живет во мне, Я славлю Святой Господь во мне. Слово Твое на устах приносит изменения, Силой Твоей я иду про возглашать спасенье. Я пророчество, я пророчество. Славлю Твоей я иду про возглашать спасенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тобой душа спасена Твоя кровь омыла меня Верю я Верю я От мучений освободил Мои раны ты исцелил Верю я Верю я Поднимет знамя Наш Господь Из мертвых подвесу Мой спаситель жив Искупитель жив Мой спаситель жив Искупитель жив Тобой душа спасена Твоя кровь омыла меня Верю я Верю я Верю я От мучений освободил Мои раны ты исцелил Верю я Верю я Верю я Верю я из мертвых возбес мой спаситель жив Искупитель жив 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 Свободу дал ты мне от греха, и сила царства твоего пропад вглажаю я. Мой Спаситель жив, Искупитель жив, Ты жив. Мой Спаситель жив, Искупитель жив. Мой Спаситель жив, Искупитель жив, Искупитель жив. Мой Спаситель жив, Искупитель жив. Мой Спаситель жив, Искупитель жив, Искупитель жив. Мой Спаситель жив, Искупитель жив. Мой Спаситель жив, Искупитель жив, Искупитель жив. Мой Спаситель 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 жив, Искупитель жив. Ты восстановишь, лечишь, правишь, Ты поднимаешь, любишь, ценишь. Ты восстановишь, лечишь, правишь, Ты поднимаешь, любишь, ценишь, Ты восстановишь, лечишь, правишь. О-о-о... Иисус, начальник Ты, Бел Слово, Со Всевышним было одно. И слава, скрытая в творении, В Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, Ты, Царь мой, Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Ни с чем не сравнить Его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Мечтал Ты вечности быть с нами, Иисус, Ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой, Теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, Ты, Царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, Ни с чем не сравнить Его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. 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 Не заглушить полы небес. Нет Тебе равных, Тебе нет подобных, Сейчас и вовеки, Брат Господь. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, Ты царь мой Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Ему покорится все, Твоем имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Нет Тебе равных, Тебе нет подобных, Сейчас и вовеки, Брат Господь. Твоё Бог всё царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя превыше всех имен. Твоем имя чудесно, Бог, Твоем имя чудесно, Бог, Ты царь мой Иисус Христос. Твоем имя чудесно, Бог, Ему покорится все, Твоем имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твоем имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твоем имя чудесно, Бог, Твоем имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твоем имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твоем имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Твоем имя чудесно, Бог, Иисус Господь. Иисус Господь мой. Субтитры создавал DimaTorzok Мой Господь, Ты — мое духанье, Без Тебя я не могу. Мой Господь, Надежда, Упованье мое, Без Тебя я не могу. Мой Господь, Ты — мое духанье, Без Тебя я не могу. Иисус, Мой Господь, Надежда, Упованье мое, Без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты — достоин славы всей, О, Асанна Вышний. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты — достоин славы всей, О, Асанна Вышний. Я в руке Твоей. Я в руке Тебя я не могу. Мой Господь, Ты — мое дыханье, Без Тебя я не могу. Мой Господь, Надежда, Упованье мое, Без Тебя я не могу. Превозносить не перестану имя Твое, Господь. Поклонюсь Тебе, Ты — достоин славы всей, О, Асанна Вышний. Поклонюсь Тебе, Ты — достоин славы всей, О, Асанна Вышний. Я в руке Тебе, Я в руке Тебе, Ты — достоин славы всей, О, Асанна Вышний. Поклонюсь Тебе, Ты — достоин славы всей, О, Асанна Вышний. Поклонюсь Тебе, Я в руке Тебе, Я в руке Тебе, Я в руке Тебе. О, Господь, Пусть льется сейчас Новая песня Тебе. Открывай уста, Открывай сердца, Пусть льются реки, Пусть будут новые слова. Пусть будут новые аккорды, Новые ноты для Тебя, Господь. Пусть звучит эта песня Тебе, Господь. Иисус, Иисус, О, Иисус, О, Твоя река, В одного на моих устах, Хвала Тебе, Господь Святой. Аллилуйя! На моих устах, Хвала Тебе, Господь Святой. Господь Святой. Аллилуйя! На моих устах, Хвала Тебе, Господь Святой. Хвала Тебе, Господь Святой. Аллилуйя! На моих устах, Хвала Тебе, Господь Святой. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь Святой, Господь Святой. Аллилуйя! Аллилуйя! Пусть Его ikke помнит! Аллилуйя! Аллилуй! Аллилуйя! Иисус, О, 창 kann лиappelle быんなicks rather than a Aufgabe, иисусом, О м Fleisch at least? Ари colocaranas? Аллилуйя! Аллилуйя! direito, Wand heeft celle ci場. Иисусquer. Иисус, и ﷺ abstraction. Землю, над которой очи Твои непрестанно во все дни И мы идем туда, Боже, соединяясь с этим корнем С этой лозой Твоей, Боже, с народом Твоим избранным Соединяясь с Израилем, с народом, который отделен И который среди других народов не числится Славим Тебя, Бог, славим Тебя, наш Царь, славим Тебя, Святой Ой, излей свой и лей на свой народ Излей свой и лей на свой народ Излей свой и лей на землю Твою Это люди Твои, Твоя вся земля Это время Твое, и Ты, Царство, здесь Слава Тебе, Бог Слава Тебе, Бог Творец неба и земли Мы славим Тебя на этом месте Я благодарю Тебя за Петербург Я благодарю Тебя за Россию Я благодарю Тебя за это служение Я благодарю Тебя, что небо, оно открыто над этим местом Я благодарю Тебя за то, что ангелы сходят и восходят И они наполняют помещение Я благодарю Тебя за то, что идет усиление Идет усиление, идет активация Идет невеста Твоя грозная Как полки со знаменами Идет невеста Твоя грозная Как полки со знаменами Идет невеста Твоя мощная Как полки со знаменами И я благодарю Тебя, что Ты поднимаешься Что ты усиливаешься в этой земле И мы благодарим тебя Что голос невесты и жениха Уже соединяется В один ритм В одно сердцебиение Благодарю тебя за победу Благодарю тебя за прорыв Благодарю тебя за открытые темницы За открытые небеса За то, что ангелы могут выводить Тех, кого взяли в плен И я вижу, что кто-то в плену И кого-то, может быть, остановило И как бы помешало что-то двигаться И, может быть, ты в тюрьме И, может быть, много стражников охраняют тебя Но Бог уже послал ангела И он выводит тебя Из того места, где ты находишься И он возвращает тебя В тело, в народ, в силу В огонь, в ведение, в видение И никакая стража Она не может это удержать И никакая атака не может это остановить И никакое ограничение Оно не остановит этого движения И я благодарю тебя, Отец За то, что Россия для Христа И она будет спасена И что россияне поднимаются Поднимаются, поднимаются Поднимаются, поднимаются Потому что блажен народ У которого Господь есть Бог Блажен народ У которого Господь есть Бог Блажен народ У которого Господь есть Царь Блажен народ У которого Господь есть Бог И люди, чтущие своего Бога Они усилятся И будут действовать Люди, чтущие своего Бога Они усиляются сейчас здесь Они усиляются сейчас здесь, на этом месте, я вижу, что сходит ведение, я вижу, что сходит ведение, я слышу, что Господь говорит кому-то, поднимись, не бойся, поднимись, не бойся, жених идет, жених идет, и трубы трубят, поднимайся, поднимайся, возвышай свой голос, возвышай свой голос, возвышай свой голос, возвышай его, возвышай, не молчи, Потому что твой голос, он нужен и важен Поднимайся, поднимайся, невеста царя Поднимайся, входи в свои права Входи в свои обители, входи в свои чертоги Входи в свою власть, входи в свою силу И начинай облекаться могуществом моим Потому что одежды величия приготовлены для тебя И твой гардероб обновляется сейчас Я вижу новые одежды, одежды хвалы Одежды хвалы, одежды милости Одежды власти и величия Идет высвобождение, идет высвобождение из каких-то оков И стряхни с себя рабские путы Поднимись, поднимись, поднимись Стряхни с себя всякую усталость и ограничение Не смотри по сторонам Потому что здесь только ты и он Только ты и он, только ты и он, только ты и он Только ты и он, двигайся, двигайся Делай движение, которое ты не делал Хлопай, топай, кричи, пой, веселись Ликуй, торжествуй Потому что Господь возвращается Господь возвращается Господь возвращается Господь возвращается За невестой своей Новый уровень Новое движение, новое течение Усиление, усиление, усиление Иисус, Иисус, Иисус Ты свят, свят, свят Шананамасанде Свят, свят Доберяй, свят Свят, свят Ты свят Свят Добор Ты живой Свобода, 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 свобода Ты живой, ты свят Ты верный, ты вечный Бог мы меняем атмосферу мы высвобождаем нашу веру мы утверждаем твой престол на этом месте мы меняем атмосферу мы высвобождаем веру высвобождаем твою веру господь которая двигает öffер мы 쏟ждаем твою веру , которая сокрушает всякое противление и смерть, я благодарю тебя что агрессивная жизнь она обрывается на небе я благодарю тебя что жизнь она поглощает смерть жизнь она поглощает и болезни удаляются. И смерть, она отступает с этого места. И мы говорим, что всякая ложь, она отступает от этого момента. О, во имя Иисуса Христа, ты будешь жить, и ты будешь восхищать дела Господни. Ты будешь жить, ты будешь сиять, ты будешь светить, и ты будешь восхищать дела Господни. Ты будешь жить, ты будешь сиять, ты будешь светить, и ты будешь восхищать дела Господни. Огонь! Огонь! а а а а а а а а меняется атмосфера вижу ангелы колесницы колесницы пришли активация служения активация всего что спало активация всего что было остановлено активация всего что было заморожено активация 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 бог слышит тебя он видит тебя и он ответит тебе он покажет тебе великое и недоступное чего ты не знаешь он покажет тебе великое и недоступное чего ты не знаешь бог исцеляет твое сердце сейчас Идет восстановление, всякая рана, она затягивается, всякая боль Она уходит, скидывает от себя, это не принадлежит тебе Потому что это ложь, ты новое творение На кресте закончилась боль, закончилась усталость, закончилась слабость Приходит прорыв, приходит прорыв, 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 прорыв О, спасибо тебе, Иисус, что ты тут Ох, аллелюя В твоих руках Огонь, 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 огонь Я хочу протрубить шафар, потому что сейчас, вы знаете, сезон поменялся Сезон поменялся, и если 10 месяцев этого года Сезон был такой, что Бог нам придавал какую-то форму И наполнял своим содержанием И проводил нас через определенные этапы, ситуации, моменты И мы трансформировались во многих вещах Он вернул нас домой, он вернул нас семьи Он давал нам время побыть с собой, с семьей, с детьми Он вернул нас к оригиналу И он помогал нам сейчас переосмыслить все это в течение этого года И сейчас сезон поменялся, 10 месяц Это месяц силы правой руки отца И этот месяц, когда он говорит Теперь ты, дорогой мой, вместе со мной меняешь обстоятельства Теперь ты вместе со мной участвуешь в процессе сотворения на этой земле И теперь ты, дорогой, принимаешь ключевые решения И теперь ты придаешь форму событиям И ты говоришь, и ты будешь видеть результат И вы знаете, мы прошли Роша Шана И Роша Шана, это был Новый год наступил, 5781 И 81, это значит Господь говорит И Бог будет говорить весь этот год И кому-то Он будет говорить громогласно Кому-то Он будет говорить тихо Кому-то Он будет говорить, как дождь, как гром Кому-то Он будет приходить лавиной славы Кому-то Он будет приходить в тишине Но Бог будет говорить весь этот год, и Он будет говорить. И когда Бог говорит, вы знаете, все творение принимает. И не будет человека на планете, который не услышит Его голос. Не будет человека на планете, который не встретится с Ним. Потому что это год говорящего Отца, год говорящего Бога, который будет приходить в такой силе, которую еще не видели, понимаете? И будут слышать и ближние, и дальние. А вы помазанники Его, вы глашатые Его, вы мудрые из народа, кого Бог избрал. И кому Он положил Своё Слово в уста, и Он будет двигаться через вас. И было сильное какое-то давление на этом месте, но сейчас оно отступило. И я вижу восход, я вижу восход, восходит солнце правды и исцеление в лучах Его. Я вижу восходе солнце правды. Золотая слава, она просто опускается на зал сейчас. И я вижу, что восходит солнце правды и исцеление в лучах Его. Многие из вас, вы сейчас получаете какие-то свитки в дух свой. Получаете свитки в дух свой. Пой чуть-чуть, тихонечко. Пой. У тебя очень помазанный голос, тебя Бог поднимает на ту высоту, где ты еще не был. И Он будет использовать тебя сверхъестественным образом. Халлелуйя, халлелуйя. Ты будешь открывать небеса, ты будешь приводить их в движение. У тебя, драгоценный брат, очень помазанный голос и руки. Через тебя тещут реки славы, реки жизни, реки силы, пророческое поклонение. Через тебя будет изливаться. И ты будешь писать песни. И Jesus Culture будет у тебя их переводить, потому что ты будешь стягивать небо на землю. Поэтому играй и не останавливайся, и позволь Богу быть Богом на сто процентов внутри тебя. Он будет производить великое, и твоя жажда по нему, она будет восполнена. И та жажда, которую ты внутри носишь, она будет отвечена. Потому что Бог говорит, у тебя я исхочу, а я могу. Ты на твое бесконечное хочу, я даю мое могу. И оно всегда больше, оно всегда сильнее. Тебя будут встречи с ангелами, Бог будет говорить с тобой. И Он пошлет тебя миссионером в какую-то страну скоро. И я понимаю, что ты понесешь огонь в пробуждение. И ты будешь видеть, как стадионы будут ходить за тобой. И ты будешь видеть чудеса библейского масштаба. Ты будешь видеть, как изливается слава. Потому что время царствования наступает, и сыны Бога входят в свои права. Они входят в свои откровения о том, кто они на самом деле. И я вижу новую корону, которая сходит на тебя. И все прошлое прошло, а теперь все новое. С этой секунды рестарт, полный рестарт, полная переоценка и рестарт. И ты взлетаешь, и никто тебя не остановит, потому что твой Бог за тебя, и Он рядом. И ты будешь видеть, как изливается славы невесты. И ты будешь видеть, как изливается славы невесты. В момент славы невесты. Это сезон, когда невеста будет славой мужа своего, Бога своего. И она будет являть то, что являл Он. И она будет высвобождать то, что высвобождал Он. И она будет двигаться в Его чудесах, в Его знамениях. Она будет являть миру живого, действующего, реального, мощного Бога. Который не молчит, который говорит. Говорит и говорит на понятном языке. Говорит на понятном языке. Молись, не умолкай. Вы делаете сейчас большую работу в духе. Вы сейчас просто делаете землетрясение. Землетрясение. И ты поклоняешься здесь, а Бог говорит с царями. Ты поклоняешься здесь, а Бог встречается с людьми на всех концах земли. Ты поклоняешься здесь, и ангелы входят в город. Ты поклоняешься здесь, наркоманы освобождаются. Без силы воздействия рук человеческих. Ты поклоняешься здесь, и смертельно больные оживают, и больницы пустеют. Ты поклоняешься здесь, а Бог двигается по твоей земле. Ты поклоняешься здесь, и Бог говорит, 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 говорит. И не умолкает, и стены дрожат, и страх Божий сходит на определенные элементы. И они больше не могут грешить, потому что, когда Бог говорит, перед Ним молчит вся земля. Потому что, когда Бог говорит, перед Ним молчит вся земля. Давайте благословим группу прославления свежим огнем, свежим елеем, свежим помазанием, свежим просто откровением, свежей силой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Блажен народ, который знает трубный звук, во свете лица его он пребывает. Блажен народ, который знает трубный звук, потому что вы будете всегда в нужное время, в нужном месте, вы будете всегда высвобождать славу, вы будете знать, о чем бьется сердце Бога. Вы будете знать, поднялся ли столб и начал движение, и пора ли стану выдвигаться, или можно оставаться на этом месте. Вы будете чувствовать, как Бог начнет движение в этой церкви, вы будете чувствовать, как вы распространяетесь. Я вижу, что открывается очень много миссионерских центров по всему лицу земли. Я вижу, что миссионеры едут отсюда в разные страны, и я вижу, что чудеса сопровождают этих миссионеров. И Бог будет посылать, и Бог будет открывать, и Бог будет помазывать и снаряжать. И никто из людей не может так снарядить и помазать, как Бог будет двигаться через вас. И через тех ближних и дальних, кого Господь призывает. Я вижу, что вы, как стражи на сионе, поднимаетесь, и вы не молчите. Вы просто сливаетесь с Ним, и Он открывает свои тайны, Он открывает свои стратегии. Я вижу, для кого-то здесь сейчас река течет, просто наполняйся, наполняйся, наполняйся. А вот здесь прямо надо мной открылся водопад, и мы можем встать в этот водопад, И мы можем позволить Богу наполнить нас, переполнить нас, и излиться через нас, и излиться через нас, и пусть прошлое уходит, и пусть победа приходит, пусть жизнь врывается, пусть приходят ответы. Спасибо тебе, отец, просто позволь этой реке течь. Пусть течет твоя река, она безмерно глубока, Пусть сходит твой еле на голову народа, Пусть открывает, пусть течет твоя река, Изливай, изливай. Открылся портал здесь очень сильный, это ускорение, Это способность видеть невидимое, Слышать неслышимое, И чувствовать то, что другой никто не чувствует. Открылось небо особым образом, И вы будете переживать Бога днем и ночью, Дома и на работе. Вы будете встречаться с Ним, И Он будет встречаться с вами, И Божья слава, она будет накрывать вас, И она будет посещать вас, Это будут поцелуи, это будут встречи, И ваши чудеса, они приходят, И я не знаю откуда, но к вам пришло ваше чудо, Я не знаю как, я не знаю откуда, Но к вам пришло ваше чудо, Твое личное чудо, твое личное чудо, оно здесь. И я вижу этот дар с неба, который приходит, И я вижу этих ангелов, которые несут ваши подарки, Я вижу ангелов, которые несут ваше обеспечение, вашу мудрость и все, что вам необходимо в этом сезоне. Я кому-то вижу, что обувь новая дается не заземляться, не заземляться, ходить, но не заземляться, но оставлять огненные и помазанные следы. Я вижу, что кому-то дается шлем спасения Бога, и ты будешь ходить всегда в этом все оружие Его, и Он будет просто устроять твой путь сверхъестественно, и Он будет высвобождать тебя, высвобождать тебя, и ты будешь неприкосновен. Амин и амин. Спасибо большое. Будьте благословенны. Друзья, я вот хотела от нашего детского служения, Яна, я знаю, что у вас есть детки, и я бы хотела в качестве подарка, я знаю, что вы уже поедете скоро домой, передать вот такую книжку «Санкт-Петербург, как все начиналось», чтобы детки понимали, куда ездит мама, где она служит, куда она распространяет свои пределы. Это от детского служения вашим детям. Будьте благословенны. Спасибо. Хорошо, друзья, приветствую. Стеша. Стеша за компанию. Окей. Друзья, ну у нас на сцене наши артисты. Ну, а вы знаете, что сегодня особенный день для них? У них сегодня день рождения. И они приготовили для вас сюрприз. Пусть я сегодня слаб и мал, но это ничего. Христос детей благословлял, люблю зато его. Он даже взрослым говорил, детьми вам надо быть. Он даст мне рост, а даст мне сил, но учит всех любить. Для бедных, милей, коллег, живущих в темноте, Спаситель Бога человек родился в бедноте, Но нищих он обогатил, голодных накормил. К отцу заброшек возвратил, сироту сыновил. Он проповедовал любовь, и нам убил ее. И нас потерянных привел в наследие свое. Их потерянных привел в наследие свое. Вы знаете, что они уже приняли Господа и Спасителя в свое сердце. И они действительно говорят то, кем они являются. Аминь. И вот им подарок, друзья. Мы их решили благословить. Поздравляем. Все. Поздравляем вас. Бегите, 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 бегите. Спасибо большое. Хорошо. Классные, да? Они у нас прям просто. Любим их. Друзья. Я хотела с вами поделиться. Дело в том, что вы знаете, что мы церковь, которая верит, что дети это наши партнеры. И мы стараемся всячески научиться сами и взрастить детей, которые слышат голос Божий, которые видят видения, которые с наведениями вразумляются, которые возлагают руки на больных и исцеляются. И мы это практикуем. Но как мы к этому пришли? Во-первых, у нас церковь благословенная, согласны? И пастор наш. Во-вторых, так случилось, что мы три года назад познакомились с удивительной женщиной Бекки Фишер, которая имеет страсть по молодому поколению взращивать это поколение воинами Христа, чтобы дети служили в сверхъестественном. И мы очень обратили внимание на это служение и стали учиться. И наше ученичество началось с книги, которую Бекки Фишер написала «Переосмысление детского служения в 21 веке. Призыв к радикальным переменам». В этой книге она говорит о том, что старая модель воскресных школ, она себя просто изжила, она устарела. Сейчас новые дети, новая эпоха, новое поколение, новое время. И мы все ожидаем глобального пробуждения. И дети — это часть этого пробуждения, согласны? Так вот, мы начали с командой, проходили эту книгу. Потом мы учились, потому что у Бекки есть школа сверхъестественного, где она обучает родителей, служителей, как взращивать духовных чемпионов. Мы прошли, мы сейчас используем ее пособия в нашей церкви. И также очень рекомендуем родителям самим использовать эти же пособия. Так вот, два месяца назад Бог положил на сердце сделать такое совместное прочтение этой книги. То есть мы предложили служителям и родителям приобрести эту книгу, читать самим. А каждую пятницу встречались для того, чтобы обсудить вообще наше положение дел, как у нас в семьях, как у нас в церкви. И мы вот, собственно, два месяца так вот изучали. И Бекки Фишер решила нас поддержать. И она прислала нам видео, в котором она говорит и вдохновляет нас двигаться дальше, вперед, еще больше, еще глубже. Давайте посмотрим. Привет всем в России! Как вы поживаете? Это такая привилегия знать, что вы продолжаете работать для Господа, служа детям в детском служении. Я поняла, что вы работали над моей книгой «Переосмысление детского служения в 21 веке». И я надеюсь, что эта книга бросила вам вызов и открыла глаза на совершенно новый мир. Я хочу вдохновить вас в той работе, которую вы делаете в России. Мы все сейчас находимся в этом беспрецедентном периоде времени, связанном с COVID-19 и ограничениями в передвижении в разных видах деятельности. И я не знаю, как в России, но здесь, в США, действовали и продолжают действовать беспрецедентные ограничения деятельности наших церквей в некоторых частях Америки. Тем церквям, которым позволено было остаться открытыми, повезло. Но также есть значительное количество церквей, которым не разрешено собираться внутри стен церкви в эти дни. Как и в случае с нашей школьной системой, они ввели необоснованные ограничения на наши занятия с детьми в течение этого сезона. В связи с этим, нам нужно найти новые пути служения детям в этот период. И нам чрезвычайно нужно водительство Святого Духа в эти дни. Одна вещь, которая стала в самом деле очевидной, это то, что мы должны оставаться открытыми к новым идеям и новым подходам. Потому что то, что мы всегда знали о детском служении, очень вероятно должно будет измениться. И этим самым я не только имею в виду, что нам нужно будет начать проводить детские служения в Zoom. Выхождение онлайн – это ответ, но это только один ответ. И я не знаю, насколько жизнеспособным окажется этот подход в долгосрочной перспективе служения. В том, что касается детского служения, мы, христиане, знали до сих пор только одно. И это – проведение занятий в воскресной школе, встречаясь в стенах церкви. Вся наша деятельность была сосредоточена внутри четырех церковных стен. Весь мир переживает изменения, и церковь вынуждена отставить здание. Итак, это одна из вещей, которых нам нужно по-настоящему позаботиться в грядущие дни. То, чему мы учили вас, касательно принципа скини в детском служении, уроков и всего остального, все это будет работать везде, в разных ситуациях. Но я очень переживаю о том, что из-за того, что сейчас происходит, дети останутся без внимания в грядущие дни. Здесь, в Штатах, есть некоторые церкви, которые в прямом смысле не планируют открывать детские служения до конца 2021 года. Для меня это ненормально думать, что дети не смогут посещать церковь на протяжении года. Я действительно вижу, что это стратегический план врага – скрыть от детей их духовное первородство, удерживать их от того, что они слышали о Боге. У меня есть свое очень категоричное мнение относительно этого всемирного закрытия в связи с пандемией. Но это не является сутью этого видеопослания, поэтому я умолчу об этом. А что мы знаем, так это то, что Слово Божие возвестило нам об этом давным-давно. Так это то, что мы должны трудиться, пока еще день, потому что идет ночь, когда никто не сможет трудиться. И это истинно, как никогда, в области детского служения. Если кто-то и понимает истинность этого, так это должны быть те люди, которые живут в России на протяжении уже последних ста лет. Мы знаем, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века всего, против духов злобы поднебесной. Они преследуют наших детей. Им нужны наши дети. Если они смогут удержать следующее поколение от слышания и веры и принятия Слова Божьего и от Иисуса и работы Царства, тогда можно считать, что они добились успеха и продвижения своих принципов. Итак, когда вы продолжаете работать в Царстве Божьем, продолжаете отдавать свой дух, сердце и разум служению детям, то время, как вы продолжаете работать для детей, то, пожалуйста, отнеситесь к этому настолько серьезно, как вы еще никогда не относились. Потому что время коротко, дни коротки, у нас есть много работы. Одна из вещей, о которой говорят пророки, это то, что в предстоящие дни они ожидают великое, огромное мировое пробуждение из-за шадалной, из-за пандемии. И они сказали, что верят, что дьявол перегнул пал. Глаза открываются, и есть жаждущие сердца, которые ищут надежду, ищут ответы, а у нас есть эти ответы. И это включает также и детей. Сейчас дети очень напуганы здесь, в Штатах. Их каждая дневная жизнь наполнена страхом из-за пандемии. Я не знаю, о детях России, боятся они или нет. Но у нас есть ответы, которые они ищут. Сейчас, как никогда раньше, нам нужно учить их власти, которая у них есть в Иссе Христе. Нам нужно учить их, как сражаться с Ловом Божьим. Нам нужно учить их молиться и молиться в Духе. Больше нет времени для игр. Мы находимся в битве. И наши дети тоже, независимо от того, нравится нам об этом думать или нет. Итак, я молюсь о вас. Я так счастлива, что вы часть нашей команды. Я так благодарна за любую у других лидеров, которые ведут вас в правильном направлении. Вы потрясающий. И для меня привилегия называть вас моими братьями и сестрами во Христе. Мы вместе. И мы победим. Во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас преизобильно, Господь. Очень вас люблю. Пока. Пока. Давайте церковь помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь рождение. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам детей, которые ходят в истине. Благодарим Тебя, что Ты даешь нам... Ты уже дал нам все, Господь. Дал нам все инструменты. Дал нам силу и власть. Дал нам все обеспечение. Дал нам мудрость и разумение, Господь. И мы благословляем это новое поколение ходить в дарах Святого Духа. Мы благословляем новое поколение подниматься на Твои высоты. Мы благословляем их слышать голос Божий, за другим не идти. Мы благословляем иметь те желания, которые Ты вкладываешь в их сердце. И желание и хотение по своему благоволению. И мы говорим, что наши дети, они ходят в истине. Что наши дети, они находятся у потоков вод, и их лист не вянет, и во всем, что они не делают, они все доводят до успешного завершения. Мы благословляем их служить дарами, мы благословляем их в этой церкви занимать правильную позицию, занимать позицию власти, занимать позицию служения, Господь. Ты знаешь их дары, Ты знаешь их таланты, и мы просим, чтобы эти дары служили телу Твоему по всему лицу земли во имя Иисуса. И те миссионеры, которых Ты, Господь, хочешь высвободить и послать в разные страны, мы уже их благословляем. Мы благословляем их пути, мы благословляем их сверхъестественными встречами, мы благословляем их чудесами и знамениями, мы благословляем двигаться в силе Духа Святого во имя Иисуса Христа и распространять Евангелие по всему лицу земли. Благодарим Тебя за родителей, которые поднимают свои руки к небу, которые непрестанно молятся о том, чтобы дети слышали Тебя, дети ходили за Тобой, ходили путями прямыми во имя Иисуса Христа. И те, кто еще не знает Тебя, пусть узнают во имя Иисуса. А мы благодарим Тебя, что Ты можешь сделать несравненно больше о том, о чем мы молимся, о том, о чем мы помышляем. Тебе за все слава, хвала и честь во имя Иисуса. Аминь. К сцене приглашаются тоже, по сути, дети, которые родились в октябре. Вот. Проходите все, кто родился в октябре. К сцене благословит вся церковь. Сегодня, надеюсь… Чего вас так мало-то? Проходите к сцене, кто в октябре родился, если помните, что в октябре. Сегодня такое слово поздравительное и благословляющее о том, что было время после потопа. Сим, Хам и Афет размножались они и распространялись по земле. Потом следует история про Вавилонскую башню. И что интересно, в 10 главе Бытия говорится то, что это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. Мы здесь видим, что у сыновья Сим по племенам их, по языкам их. Следовательно, там было какое-то разделение языков. И в 11 главе уже говорится, что на всей земле был один язык и одно наречие. Интересное такое, некое противоречие друг другу 10 и 11 главы. И мое откровение и благословение в том, чтобы мы говорили на одном языке, мы на нем говорим, но чтобы у нас было внутреннее понимание, понимание ситуации одинаковое, чтобы не возникало ссор, не возникало обид из-за того, что мы не поняли человека так, как он понимает эту ситуацию. То есть научиться интерпретировать с такой точностью, с таким единством, как человек, который напротив вас. И я хочу благословить вас с этим единством, единством мысли. Поэтому, дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что на земле было множество языков. Господь, и Ты разделил эти языки, чтобы люди не смогли построить эту башню, ибо мотив был, Господь, неправильный, и Ты спустился к ним. Но благодарю Тебя, что Ты спустился к нам, Иисус Христос, чтобы дать нам один язык, одно наречие, чтобы мы понимали друг друга с полуслова, чтобы не было обид, ссор из-за неправильных интерпретаций Божия. И я благодарю Тебя, что в этом Твое единство, в этом Твое, Господь, схватка Твоей церкви, когда мы понимаем друг друга, когда мы одинаково мыслим. И я благодарю Тебя, что Ты взращиваешь в нас это, Ты взращиваешь понимание в нас, Ты взращиваешь слышать другого, слушать другого, понимать другого, не осуждать другого, но видеть в Нем Тебя, который дал нам этот один язык. Благодарим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, благословляю, аминь. Поздравляю, тоже присоединяюсь всеми благословениями неба. Присаживайтесь. Я очень рада быть сегодня здесь. Я хочу призвать Вас к финансовому пожертвованию, к служению финансами. Но сделать это особым образом. Вы также положите Ваше, то, что Вы захотите, в корзиночки, но что-то большее есть в Вашем сердце сегодня. Я сейчас не про деньги. Я про внутренние Ваши возможности неба, которые есть внутри Вас. Очень сложно говорить после Яны, потому что все, что уже хотел сказать, уже половину, если не больше, было сказано. Поэтому что-то, что еще Бог определил сделать через меня, я постараюсь тоже выдать. Я чувствовала сегодня, что есть в зале люди, может быть, до зала они не доехали, остались только у экранов, может быть, они когда-нибудь увидят это видео дальше. Которые потеряли надежду, потеряли уверенность, потеряли понимание, зачем им продолжать жить, когда и так все плохо, когда там намного лучше, чем здесь. Там всегда лучше, где нас нет, правда? Может быть, какие-то другие твердыни в голове застряли, которые нужно сегодня разрушить. Я пришла скинуть бомбочку в эти твердыни. Я пришла, чтобы вдохновить Вас, подумать о том, что тот, кто сидит рядом, нуждается в чем-то, что есть у Вас сегодня. Если Вы рискнете, поднимите, пожалуйста, руку тот, кто переживает сейчас особенные трудности внутри себя. Тот, кто особенно нуждается в поддержке, тот, кто ищет этого ответа, на который давно его не получал. Соседи, оглянитесь, кто не поднял руку. Оглянитесь на этих людей, пожалуйста. Если Вы видите этих людей рядом с собой, в момент, когда мы будем молиться, подойдите, положите Ваши руки на них. И я буду здесь высвобождать эту веру в чудо, о котором Яна уже сегодня говорила. А Вы будете на месте, рядом с этими людьми, вместе, как церковь, как Бог, как стена, которая каждый камушек встанет на свое место и выстроит эту стену вокруг этого человека, чтобы поддержать, чтобы стать щитом рядом с ним. Когда-то в детстве меня очень смущала одна басня Крылова. Ты все лето танцевала, пела, плясала, вот иди теперь и продолжай. А вот я трудился, старался, и вот теперь я могу жить хорошо себе в своем домике с кучей припасов. Меня смущало то, что танцы, песни и пляски относили к разряду ничего не делания. И я внутри себя все время возмущалась по этому поводу. Помимо того, что есть люди, на которых эта профессия полноценная, мне просто нравилось это делать. А позже я еще поняла, что у этого действия есть пророческое послание. Когда мне внутри плохо, как-то не так, особенно я говорю это к тем, кто поднял руку сейчас или кто смотрит нас, кто в этом же числе находится. Начните танцевать на ваших развалинах, даже тогда, когда не хочется. Может быть, ваш близкий на грани умереть. Может быть, ваш друг заболел так, что не знает, как поправиться. Может быть, в финансы пошли тоже петь и танцевать. Не важно, по какой причине сейчас внутри вас идет этот раздрай. Отношения испортились, не понимает никто вокруг. Все ваши планы и надежды рухнули. Я хочу вдохновить вас сделать этот шаг веры над этими обстоятельствами и начать танцевать. Сегодня утром я писала послание и хочу вам его тоже прочитать. «Впереди только лучшее. Не бойся идти дальше. Что бы ни приготовила тебе судьба, я уже там, куда ты только делаешь шаг». Эти шаги, когда ты их делаешь, представь себе, что это не неизвестность, а что ты сам шагаешь внутрь меня. В этом завтра, в этом твоем следующем шаге уже я есть. Как енох ходил с Богом, будучи еще на земле, так и ты. Не собирайся раньше времени за грань вечности. Еще тут на земле есть так много приготовленного для тебя, как подарков. Я хочу, чтобы ты их распаковывал, как для себя, так и для тех, кто в этом нуждается. Но без твоих молитв не может их обрести. Твои молитвы – это ключ к моему царству, которое всем обладает. Этот мир нуждается в тебе, потому что через тебя я хочу принести ответ в их жизнь. Иди и ни о чем не печалься. Я с каждым работаю в том темпе, на который он готов. Всему свое время. А раз я начальник времени, я знаю, когда и чему происходить. Доверяя мне свои страхи, ты полагаешь предел тьме в твоей жизни. Я с тобой и в долине тени смертной, и на высотах моей славы, любимая. Спасибо за каждый день, который мы проживаем вместе. Господь будет поборать за тебя, а ты будь спокоен. Господь будет поборать за тебя, а ты будь спокоен Господь будет поборать за тебя, а ты будь спокоен Эти два мальчика, которые сегодня здесь говорили стихи Которые мы вручали букеты Когда-то летом, увидев, что я сделала подобный подарок одной девочке Говорят, а можно мне тоже? Кто-то один из них подошел, сказал Когда у меня будет день рождения, сделай мне тоже такой подарок Благодаря их папе, который оповестил в инстаграме или где-то там вконтакте Что у них день рождения Я об этом обещании вспомнила Один из них попросил, двое получили Один из вас может попросить у папы А тот, кто рядом с тобой, тоже получит Это не сложно Это не сложно Сейчас мы будем молиться, благословлять ваши финансы Это сеяние, это время благословения для вас и для того, кто рядом Для вас и для того, кто рядом Вставайте Будем делать это вместе с верой Господь Иисус, я благодарю тебя за то, что когда наше время заканчивается Когда наши дела заканчиваются, ты включаешься в работу Ты начинаешь действовать активно И там, где мы уже достигли своего предела Открой свои возможности Там, где мы не видим свет, а ты станешь этим светом Там, где нет сегодня воды, ты пропейся этим источником Там, где нужны сейчас семена Мы засеиваем этими молитвами, словами веры, благословений, чудесами Всем необходимым тех людей, кто сейчас в этом нуждается Здравиями, возможностями, ответами Иисус, работай, отношениями, друзьями Кто бы о чем не просил, детьми Иисус, я благодарю тебя за то, что ты Бог избытка Ты Бог возможностей Ты Бог славы Ты Бог чудес Ты царь царей И при этом всем ты наш отец И мы просим у тебя хлеба Ты не даешь нам камень Мы просим у тебя воды И ты не спосылаешь на нас потоки, дожди, благословений Иисус, я благодарю тебя за этот поток благодати, в котором мы тонем Потому что ты, ты наполняешь нас Все вокруг есть, ты Мы дышим тобой, куда бы мы ни шли дальше Ты будешь уже там вместе с нами Иисус, спасибо тебе за наш завтрашний день Что он уже приготовлен для нас С подарками, с благословениями, с радостью И я высвобождаю этот дождь Дождь твоих подарков на каждого из нас Чтобы мы с радостью несли их и вручали друг другу Чтобы мы с радостью принимали их Чтобы мы были этим подарком для мира, Иисус Я благодарю тебя за то, что всякое разочарование Горечь, боль, депрессии Все, что может быть сегодня как угнетающее Как нытье Как самосожаление Мы просто это растаптываем ногами Оно под ногами Иисус, я благодарю тебя за то, что мы отсекаем твоим мечом Всю горе, все сожаление Все боли, которые могли удерживать нас от твоей славы От твоих подарков Все обиды отсекаем Иисус, я благодарю тебя за то, что твой скальпель Он проходит бережно, нежно и точно Иисус, спасибо тебе за то, что ты каждую язвочку залечиваешь сейчас Их свои клетки внедряешь в наше ДНК Спасибо тебе, Иисус, за твою кровь, которая стала освобождающей для нас Во имя Иисуса Аминь Благословляем вас Большего неба Большего неба, что было вчера Большего в вашу жизнь Большего неба 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всех превыше звезд Ты создатель всех миров С первых дней назначил ты Ты в твоей славе жить во мне Ты сильней всех препятствий и проблем Я живу, чтоб побеждать с тобою все Ты царь, вся земля поет об этом Ты царь, правду и мир принес нам Ты царь, царствуешь побед Ты царь, вся земля поет об этом Ты царь, правду и мир принес нам Ты царь, царствуешь побед Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет воля век Твоя, управляй вновь Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет воля век Твоя, управляй вновь Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь Да будет царствие Твое, да будет царствие Твое, Иисус мой Господь. Да будет воля, ведь Твоя, управляй мной Господь. Да будет царствие Твое, Иисус мой Господь. Ты царь, вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царь, снуешь, поверь. Ты царь, вся земля поет об этом. Ты царь, правду и мир принес нам. Ты царь, царь, снуешь, поверь. А сейчас мы все вместе присядем и будем смотреть послание от пастора. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я с вами немножко в разных местах, но в одном духе. Поэтому я хочу прежде предложить вам помолиться вместе с вами о том, чтобы Слово Божье через такой формат оно также работало, потому что Господь царствует. И в Его слове суть, дух и жизнь, которые никто не может забрать, если мы с вами открыты сердцем это принимать. Поэтому предлагаю вместе помолиться и утвердить, что свое сердце мы открываем для принятия Божьего послания на данном моменте, в данном служении и на данном этапе. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя, что сегодня мы можем расстояние перекрывать молитвой, перекрывать верой, перекрывать ожиданием Твоих новых излияний. Я благодарю Тебя, что на жаждущее Ты изливаешь. Я благодарю Тебя, что на ожидающее приходит. Поэтому пусть в нашем духе будет покой, будет радость, будет упование и вера, которая сигналит в небеса. Я благодарю Тебя, что мы можем сегодня проверять свою веру, проверять при свете Твоего слова, Твоего послания и Твоих откровений. Я благодарю Тебя, что тело Христа, оно по всему миру возвещает Твою истину, когда берет ее из Твоего сердца, из Твоей сути, из Твоего источника. И поэтому сегодня мы также хотим вычерпывать из того, что Ты посылаешь в наш дух, в нашу жизнь, в наши сердца. И я благодарю Тебя, что слово, которое Ты оставил нам сегодня, оно живо, оно действенно, оно острее всякого меча обоюдоострого. И поэтому я приглашаю Слово Божье сейчас работать в Твоем народе. Ты пообещал, что церковь свою Ты будешь создавать сам. Поэтому я благословляю сейчас ангелов Твоих работать вокруг нас, сохраняя атмосферу неба и благословляя каждое сердце на принятие нетленного семени, идущего от престола Божьего. Я благодарю Тебя, Господь, что слово Твое утверждено на небесах. И поэтому сейчас мы берем Твое слово и провозглашаем то, во что мы верим. Это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю, мое сознание готово. Мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда. 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 Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, мы садимся в Божьем присутствии, и пусть Божье Слово сейчас будет формировать нас и тема, в которой мы будем двигаться, как одежда веры, либо вера, за которую важно сражаться. Я думаю, что каждый из нас понимает, глядя на другого человека, как выглядит человек веры, если он во что-то верен, верит, и в нем это видно на его лице, на его поведении, на его образе жизни. Не просто слова определят, верит человек или нет. И сейчас я хотела бы с вами начать с того, чтобы посмотреть на окружающий нас мир. На какие две категории можно разделить весь мир? Это верующие и неверующие люди. С одной стороны, верующий человек — это тот, который верит в что-то большее, чем является сам. Но с другой стороны, если мы посмотрим на неверующих людей, у них тоже вера. Вера в себя, вера в идею, вера в систему. То есть мы обнаруживаем один интересный факт, что без веры человек не может жить. Что происходит с людьми, которые теряют веру в кого-то, во что-то, а потом в самих себя, перестает вообще поступать энергия жизни. И человек хочет уйти с этой арены. Потому что сначала теряется вера, а потом теряется и надежда. А жизнь без надежды — это ад на земле. Соответственно, мы обнаружили вдруг, что две категории, которые разделяют как верующие и неверующие, на самом-то деле все верующие, только верят в разные вещи. Даже если мы с вами посмотрим на верующих людей, то мы можем говорить о трех мировых религиях. Внутри христианства опять направление. И даже внутри уже протестантского мира мы видим еще разнообразие. Но по сути-то мы подходим к очень важному моменту. Праведник своей верою жив будет. То есть идет речь о том, что каждому из нас надо иметь личную веру. Если она есть, то за нее надо сражаться. Но эта личная вера должна иметь основание. Основание в божественных принципах. То есть мы пришли не только к личной вере, как личностная характеристика, а к вере Божьей. И вот сейчас я хочу теперь с этой платформы двигаться с вами. Что же это за вера Божья? И как она переводит нас, какие результаты, плоды? Почему за нее надо сражаться? С одной стороны, мы говорим об озвученных вещах. Да, вера — это то, что нас, в принципе, объединило. Вера во Христа, вера в Его победу, вера в Его Слово, вера в Его обетование. Но все-таки есть вещи, против которых происходит атака. И тогда, когда мы обнаружим при общем понимании ценности, обнаружим те моменты или звенья, которые попадают под атаку, тогда мы поймем, за что нам надо сражаться и что нам надо удерживать. А для этого хочу прочитать текст Писания, послания Тимофея, где апостол Павел говорит, как итоговый стих или вывод своей жизни. Это 2 Тимофея с 4 главы, 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвой, жертвой время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который дал мне Господь, праведный судья в день оной. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Этим текстом Писания Господь разговаривал со мной не так давно и несколько раз обращал внимание на эту последовательность. «С одной стороны, подвигом добрым я подвязался». Вы знаете, каждый из нас подойдет к итогу жизни. Я не хочу сказать, что мы сейчас уже у этого итога, но ведь праведник молится заблаговременно, и, соответственно, нам надо понимать и как-то подвести какой-то знаменатель, во что же мы верим, и за что мы готовы подвиги творить. «Подвигом добрым я подвязался». Апостол Павел совершенно четко делает это, как стартовая площадка. «Я был готов за что-то сражаться. Я был готов полагать цену за какие-то важные вещи». И потому сейчас он говорит, «Подвигом добрым я уже подвязался в жизни». И течение совершил, а веру сохранил. Итак, мы здесь видим очень интересные глаголы и вообще характеристика движения. «Течение совершил». Жизнь – это не стоячее болото. Жизнь – это не ограниченное пространство водоема, а это течение. И пока мы совершаем течение, мы не можем в одну и ту же реку войти дважды, потому что мы всегда в движении, поэтому ни один день не повторяется в нашей жизни. Все они очень разные. Поэтому течение совершил. Об этом можно действительно много говорить, как наша жизнь в течении проходит и как река может быть из уровня по колено или там даже по лодыжку, по колено, по пояс, а потом плыть. Это Езекииль показывает нам уровень нашего погружения. Погружение в откровение, погружение в Бога, погружение в плоды, в результаты, во влияние и так далее. Но сегодня я хочу сделать больше акцент на то, что веру сохранил. Потому что за этим стоит венец жизни, который не только, Павел говорит, мне принадлежит, но и всем, кто, и посмотрите, всем, кому, возлюбившим явление его. Сегодня ты в своей жизни, как часто на это обращаешь внимание, я живу в Божьем присутствии, он является мне как личное откровение, как личное познание, как личные взаимоотношения, как личное утешение, вдохновение или коррекция, кто возлюбил это. И поэтому я желаю, друзья, чтобы мы не просто верили, а возлюбили подобное состояние в собственном сердце, в собственной душе. Соответственно, говоря о такой вере, я хочу сейчас обратить внимание, с чего Павел стартовал. Вы знаете, в послании к Тимофею, он во втором послании, в первой голове, говорит своему возлюбленному сыну веры «О себе, как благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Когда Павел служил от прародителей, мы знаем, что его встреча со Христом произошла уже в таком осознанном положении и позиции, когда этот человек воевал против Христа и христиан. Но от прародителей он принял веру Авраама, от прародителей он принял веру в живого Бога, но ревностно гнал христиан. И вы знаете, вот в этом смысле он был честен. И даже тогда, когда он это делал, он здесь описывает себя, как с чистой совестью служил от прародителей. То есть он не стартует с момента, когда меня встретил Христос на пути, а он говорит, вот там я уже формировался, как человек посвященный. Пусть в неразумии тогда действовал, но я уже был посвящен Богу. И потому я вижу, что в этом была моя честность. В этом была моя чистота совести. Как верил, так и жил. И вы знаете, когда он был ревностен не по рассуждению, то Бог вышел ему навстречу и откорректировал. И потому нам тоже важно сейчас не просто говорить кому-то, правильно он или неправильно верит, а утверждать своим образом жизни ту веру, в которую мы когда-то не только поверили во Христа, но стала она для нас движущей силой. И потому апостол Павел мог сейчас говорить об этом Тимофею, чтобы он подвязался вот за эту же веру. «Желаю видеть тебя, вспоминать о слезах твоих, дабы мне исполнится радости, чтобы те, которые пойдут за Павлом, были в радости». «По сей причине, напоминаю», и он говорит о взаимодействии этой веры, «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей лаиде, матери твоей, евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине, напоминаю тебе, возгревать дар Божий, в который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Вы знаете, взяв этот отрывок в таком контексте, сделала это не случайно. С одной стороны, есть дар веры, который мы получаем по наследству, если мы уже получили его и передаем дальше своим детям. Но это то, что есть как семя, которое надо взращивать. Это то, что надо усилить даром через рукоположение. Это то, что будет связано со страхом преодолевать какие-то новые рубежи. И вот тут начинается подвиг жизни. Вот здесь начинается та битва, с которой надо дать расти вере Божьей. Потому что тут мы с вами читаем, «Нам дал Бог духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия». Послание Иуды, где он говорит о таких же вещах, о вере. «Возлюбленные, имею все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». Вы знаете, подвязаться за веру в другом переводе, в расширенном или вообще в других переводах, как раз и идет речь необходимость сражаться. Сражаться за эту веру. И поэтому я хотел бы просто поговорить с вами о спасении, и это было у меня на сердце. Но я хочу с вами сейчас говорить, как надо подвязаться и сражаться за веру, преданную святым. То есть мы стали наследниками чьей-то веры. Она передана кому-то по наследству, кому-то лично услышав, мы приняли это семя, но теперь за нее надо сражаться подвигом добрым. И более того, посмотрите, что мы читаем в 4 стихе. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающего единого владыку Бога, Господа нашего Иисуса Христа». То есть опасность в каких-то других учениях, опасность в каких-то других упованиях, опасность в том, что может нас отвернуть от подлинной веры. И поэтому я хочу сейчас говорить не о тех учениях, которые возникали или могут возникать. Они возникали тогда, они возникают тем более сейчас. Но я хочу говорить об истине, как о критериях, о вере, как о Божьей вере, о вере, за которую действительно стоит сражаться. Тогда, когда мы будем иметь этот критерий истины в наших руках, устах и в образе жизни, то будет нетрудно распознать любую подделку. Поэтому, друзья, я хочу с вами сейчас обратиться к той фразе, которую сказал когда-то Христос, «Когда я приду на землю, найду ли веру на земле?» То, опять же, в другом переводе звучит еще эта фраза. «Вера, когда я вернусь на эту землю, то будут ли люди, которые неотступно будут веровать тому, что они приняли от меня?» Друзья, неотступно. Остаться в вере, за которую надо сражаться. И, соответственно, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели разные сферы своей жизни, потому что вера в каждой сфере рабочая. Если где-то сфера западает, то надо посмотреть, что со мной произошло, почему в моей жизни не работает вера в этом аспекте. Вы знаете, люди, которые, допустим, они очень хорошо продвинулись в жизни, может быть, в служении, в увещевании людям. Кто-то продвинулся в здоровье, потому что он уже получал неоднократное исцеление. Но финансовая сфера западает. У кого-то наоборот. Но если мы говорим о вере Божьей, то она начинает нас формировать в каждом из аспектов для нашей жизни важными. И поэтому, если ты в чем-то преуспел, в какой-то части веры, в какой-то сфере жизни, делись этими свидетельствами. Потому что в этих свидетельствах есть реальная сила, потому что ты там уже преуспел. Но если в какой-то сфере у тебя что-то западает, то надо в этом вопросе как раз наоборот посмотреть. Посмотреть, что западает и почему. Потому что есть обстоятельства. Например, люди, которые начинают понимать, что вера, она может быть и в здоровье, и в отношениях, и в служении, и в обеспечении, и в перспективе. Кто-то верит в то, что Бог исцеляет, но боится смерти. Кто-то боится, может быть, сейчас будущую свою жизнь отдать в руки Божьи или своих детей, но верит в то, что Бог сейчас может ему ответить. Вы понимаете, как дисбаланс сегодня еще работает в христианстве? И поэтому так хочется, чтобы мы с вами построили такую общую платформу. Потому что вера, она осуществляет ожидаемое. И она уверенность дает в невидимом. И вера, которая обращается к обстоятельствам. Для этого мы читаем 11 главу Марка. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горесь ей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется, по словам его будет ему, что не скажет. Потому говорю вам все, чего не будете просить, в молитве верьте, что получите, и будет вам». Итак, друзья, если мы с вами знаем, что нам это принадлежит в Боге, и оно не приходит, надо проверять свою версию веры. Потому что часто люди думают, что вера, она в голове. Информацию получил, значит, теперь она будет уже работать. Вера – это канал, по которому проходит Божий ответ, или Божья энергия, или Божье слово, когда я веру беру из сердца. Потому что я туда положил какое-то семя жизни, я туда положил какое-то понимание, оно проросло внутри меня, что Господь вот это мне дал. Но если человек живет из страха, потому что наследственные проблемы, а если так было, он живет и только постоянно исповедует какие-то правильные вещи, а со страхом не разбирается, то это будет не вера, а это разумение в нашем сознании, что есть закономерность в нашем роду, а значит, это может прийти ко мне, и это уже страх, который канал, предназначенный для веры, использует для того, чтобы привести проблему в жизнь человека. И вы знаете, что начинает происходить? Разочарование. Ведь я же верил. Во что ты верил? Ты верил, что наследственность передается. А тебе надо верить в то, что Бог аннулирует твою наследственность кровью Христа. И тогда ты начинаешь внутри себя сражаться за покой. Страх покоя не дает. Вот, друзья, вот это очень важный аспект. Я за что сражаюсь? Я сражаюсь за то, чтобы мне сейчас другому доказать, что я верю, и поэтому я часто привожу эти аргументы. Но я же верю, я же исповедую, а сам живу в беспокойстве. Я подтягиваю людей сейчас, чтобы они еще больше со мной подвязались в молитве, но я просто живу из беспокойства. Друзья, это одежда неверы. Это одежда страха. Это одежда беспокойства. Но слова информационно правильные, но это не исходит из правильного сердца. Поэтому я желаю, чтобы мы с вами научились сражаться за подлинную веру, потому что подвигом добрым подвязался Павел, и он сохранял веру Божью. Он мог ее пускать в оборот, и по плодам можно было узнать, во что верит Павел. И поэтому я желаю, друзья, чтобы плоды на наших ветвях вырастали именно такие, когда я могу ухватиться за Божье Слово и сказать, «Господь, я буду жить пред лицом Твоим и ходить так, чтобы это Слово меня вселилось, чтобы оно овладело моим сердцем, и оттуда пошел покой». А когда я в покое, я в победе. Когда я в ожидании Божьего чуда, я в победе. То есть я не бездействую, а я действую, защищая покой сердца ожиданием. Посмотрите, когда я отказываюсь от беспокойства, я беру ожидания. И в этом ожидании я просто доверяю Богу. И говорю, «Господь, у Тебя времена и сроки, Ты знаешь, что Ты делаешь, а я сейчас просто говорю к горе. Верой, которую я имею, гора, Ты поднимаешься и уходишь с дороги». Я желаю, друзья, чтобы мы с вами проверили сегодня одежду веры на себе. Одежду, которую мы можем одеть сейчас, исходя из сердца, потому что мы одеваемся изнутри. Внешне мы просто надеваем на себя какие-то правильные слова, правильные образы, а изнутри начинаем формировать вот эту живую веру, в Божье Слово, потому что мы с Ним проводим время, мы пропитываемся покоем, мы пропитываемся результатами того, что Он делает внутри нас. И для этого действительно нужно выделить время, пропитываться небом, Его Словом, Его обещаниями, Его состоянием, когда мы знаем, а у Бога всё спокойно. Там никто не умер, там никто не опоздал, там никто не потерялся. У Него всё под контролем. Познавая Бога, мы познаём Его природу. Я предлагаю вам сейчас совершить молитву. Переодеться из одежды страха в одежду веры. Ещё последнюю фразу, которую я хочу вам сказать. Вера сама по себе, это всего лишь канал. Но по этому каналу течёт атмосфера, во что я верю. Вот атмосфера покоя, она придёт по этому каналу. Благодать, она придёт по этому каналу. Исцеляющая сила придёт по этому каналу. Поэтому сама по себе вера не исцеляет, а канал открыт или закрыт. И поэтому атаковаться будет именно канал. И есть правильная вера, но которая может атаковаться сейчас сомнениями, беспокойством, страхами. Вот здесь нам надо воевать. Вот здесь надо отстаивать защиту канала. И тогда блокада твоей веры не состоится. Она будет постоянно живой и рабочей. Небесный Отец, я благословляю сейчас каждого человека, который встаёт пред лицом Твоим и говорит, Господи, я прошу Тебя, дай мне сейчас проверить свою веру. Если надо переодеться, то переодеться в одежды веры. Я отказываюсь от одежды сомнений. Я отказываюсь от одежды упрёка. Я отказываюсь от одежды ропота. Я отказываюсь от одежды недовольства, потому что мне нужна одежда веры. И поэтому я сейчас снимаю то, что не несёт мне защиты. И потому Ты дал мне дух небоязни. Ты дал мне дух силы, любви, целостности, разума. И поэтому я принимаю это, Господь, от Тебя. Я принимаю эту жизнь с избытком. Я принимаю эту жизнь в победе. Я принимаю эту жизнь в результате. Чтобы вера Божья вселилось в моё сердце. Чтобы я не просто отличался, как верующий, неверующий, а имел ту веру, которая реально переставляет горы, успокаивает бурю, а внутри меня сохраняет шалом. Тот штиль, при котором Бог действует. Благодарю Тебя, Господь, за Твои ответы, за Твои результаты и за веру, которая получает полноценное питание от Твоего слова и от Твоих откровений, от атмосферы неба, по которой я пропускаю в своё сердце, и она там царствует. А разум подчинён этой атмосфере, а не наоборот. Я благодарю Тебя, что Ты научишь меня из веры разума переходить в веру сердца, веру духа, веру жизни, веру, которая преобразует, меняет и всё ставит на свои места. Благодарю Тебя за это, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я благословляю себя и вас, Божьей верой. Мы с вами стоим пред великими событиями, пред великими чудесами Божьими, а для этого Бог предлагает нам проверить сегодня, во что же я верю и где тормозится Божий ответ в моей жизни. До скорых встреч. В следующее воскресенье мы будем вместе с вами. А сейчас я благословляю вас Божьим присутствием, Божьей атмосферой и Божьей верой. Всего доброго. Аминь. Хорошее слово, правда? В общем-то, можно уже ничего не говорить, но я добавлю. У меня есть 15 минут. Я готовился на полчаса, правда. Поэтому, если что, извините. Есть такая фраза. Те, кто много знают, они считают, что ничего не знают. А те, кто ничего не знают, считают, что они все знают. Кто согласен с этим? Очень часто такие люди встречаются в жизни, да? Сегодня мы с вами будем говорить о глубине. О глубине. Что такое глубина? Отчасти. Я вот стал размышлять на эту тему, что глубина — это где-то, допустим, если взять пучины морские, там будет давление, темнота, иногда там есть какие-то сокровища. Ну вот, разберемся, да? Как часто мы с вами хотим погружаться в глубину, если мы сейчас говорим с вами не о физической глубине, а о глубине истины, да? Мы читаем слово, как часто нам нравится погружаться именно в глубину. Не просто сорвать вот первый же плод, который мы увидели, наелись, такие, все, спасибо, мы побежали. Насколько часто мы хотим узнать что-то больше, чем то, что мы уже имеем? Три вещи, которые я для себя определил, которые необходимы для того, чтобы погружаться на глубину. Если мы будем, опять же, брать пример с водой, то нужна экипировка, нужна тренировка и нужно желание. Наверное, нужно еще много всего, но я остановлюсь на этих трех вещах. А сейчас откроем Колоссянам третью главу. Я потом вернусь к экипировке. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесною Бога. А к горним помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идола служения, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Обычно, когда мы читаем какие-то негативные вещи в Писании, мы их к себе не относим. И вот здесь говорится, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Я сделаю здесь небольшую остановку. Очень важный аспект, что влияет, идем мы на глубину или нет, это наше с вами окружение. Это то, кого мы с вами избрали, с кем мы общаемся, кто о чем думает и кто о чем мыслит. И вот здесь в седьмом стихе говорится о том, что мы тоже были этими сынами противления. И гнев Божий идет на таких сынов. До этого говорится, чтобы мы умертвили земные вещи вот эти в себе, блуд, чистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть, идолослужение. А теперь, продолжение, вы отложите все, восьмой стих, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Экипировка. Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Я сейчас буду раскрывать эту тему. Читаю цитату Александра Меня. Плохое каждый дурак может увидеть. Плохое всегда на поверхности. Это очень легко. А вот увидеть ценность в человеке даже может быть не очень симпатичным. Это уже что-то. Это уже искусство. И видя положительное в жизни, мы идем по ней не согнувшись, не отмахиваясь, не фыркая в презрении, а мы идем как дети Божии, радостно, спокойно, уверенно, мужественно, как и подобает человеку. Возвращаемся. Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. рядом со мной находится человек, в котором есть частичка Бога. И когда я начинаю разглядывать это усилие, я начинаю разглядывать в каждом человеке Бога, я начинаю его больше ценить, я начинаю его больше любить, я начинаю видеть в каждом человеке Бога. И тогда я начинаю преображаться в тот образ Бога, который я вижу. Дело в том, что Бог вокруг нас в каждом. И когда мы начинаем видеть отпечаток Божий на каждом из нас, что здесь находится, мы начинаем этот образ принимать себе и становимся целостными. И продолжение стиха, это 11, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Понимаете, да, что каждый из нас нуждается в своем соседе, нуждается в той огранке, которую мы проходим друг через друга. И я хочу еще раз вас вдохновить о том, чтобы задуматься, чтобы начать видеть в каждом человеке, который рядом с вами, образ Божий. Видеть сквозь эту, может быть, шелуху, иногда маски, иногда какие-то обиды или какие-то... Есть преграды, но вы посмотрите на этого человека глазами Божьими, и вы увидите гораздо больше, чем даже иногда человек о себе думает или знает. И вашим к нему отношениям вы можете дать ему надежду, что все не так плохо. Потому что свои плохие стороны обычно человек и так знает. А вот сильный почему-то в себе не замечает, либо не верит. Четырнадцатый стих. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Это про ту экипировку, о которой я начал говорить. Очень важно, чтобы любое дело, которое мы с вами начинаем, начиналось с любви. Дальше, следующий пункт — тренировка. Что такое тренировка? Если взять по поводу глубины и углубления в Писание, углубления в наше сердце, самоанализ, то это несколько вещей. Мы можем тренироваться над тем, чтобы внимательно следить за тем, что происходит у нас в сердце, с нашими чувствами, с нашими эмоциями, наша дисциплина в чтении, изучении Писания. Это все относится к тренировке. И чем больше наши персты научаются, чем больше наше мышление готово к тому, чтобы анализировать себя, понимать и быть согласным с тем, что я могу быть в чем-то неправ. Потому что обычно мы всегда считаем, что мы на 100% правы. И третий, очень важный момент, мне показался он, — это желание. Что у нас может быть с вами экипировка, мы можем с вами любить, мы можем ходить в Божьем облачении, мы можем действительно много молиться, много знать, много делать вещей, но желания погружаться глубже уже нет. И тут мне показалось очень интересным то, что Иисус говорит, — будьте как дети. Мы очень многие вещи как бы отклоняем по поводу детей, но у них есть очень классная вещь. Это интерес ко всему, это задор и это энергия. Каждый из нас с вами определяет, когда мы этот задор или энергию выключаем. Это может произойти в 30 лет, это может произойти в 40, у кого-то в 50, у кого-то в 90 еще не выключилось. И это на самом деле очень хорошо, потому что кто определяет, насколько вас хватит? Потому что вы считаете, что у Бога для вашей жизни уже все как бы, уже в общем-то, а что делать-то? Уже мне 40 лет, я уже все сделал, я уже родил там пару детей. Дело в том, что у Бога всегда его рамки гораздо шире, и он знает, он берет нас и может нас приумножить и увеличить. Мы не понимаем, потому что его пути не наши пути. Важный момент, что у ребенка, у него есть задор, у него есть энергия, но довольно сложно ребенку целенаправленно двигаться в одном месте, не отвлекая свой фокус. И нам очень важно научиться, как наследникам Божьим. В Галатам, в 4 главе, в 1 стихе говорится, что наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Вот мы с вами, когда являемся детьми Божьими, и мы в это верим, я к этому еще вернусь, когда мы осознаем, что мы дети, это одно. Но дальше продолжается... Еще раз включи, пожалуйста. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Вот представляете, человек наследник, но при этом он может делать только то, что делает раб, и получать только то, что делает раб, потому что он не готов получить больше. Почему у нас иногда нет желания идти на глубину? Иногда это лень, иногда это суета, это наша с вами не мудрость или желание больше не развиваться, это какие-то страхи. Опять же, я напомню, что я для себя определил, что такое глубина. Иногда глубина — это изучение своего личного сердца, это изучение того, что происходит там. Это не только погружение в Писание, чтобы вы понимали. Это много разных аспектов. Иногда нас устраивает и так. Но дело в том, что время идет, а человек стоит. Еще есть очень важный момент. Нам иногда не хочется выходить из нашей комфортной зоны. Мы уже там хорошо сидим, мы уже, в общем-то, нам не хочется не ходить на какие курсы, нам не хочется ничего учить, не заучивать, не переламывать себя. Ну зачем это? У нас и так все, в общем-то, уже стоит. И тут, кто помнит, может быть, несколько проповедей назад, Ольга Дмитриевна говорила по поводу Амареев, Гергесеев, Ивусеев, что это некоторые великаны или народы, с которыми мы встречаемся в нашем сердце. Так вот, продолжая эту метафору, не знаю, кто играл из ребят молодых в компьютеры, там, когда начинаешь в какой-нибудь RPG, либо в стратегическую игру, ты начинаешь в центре карты, и вокруг тебя все темно. Ты не знаешь, что у тебя в округе. Так вот, представим, что вот это вот неизведанное, это наше сердце. Мы с вами являемся вот этими героями по центру, и историю сейчас, которую я буду рассказывать, она будет про Иисуса Навина. Открой, пожалуйста, Иисусу Навину первую главу. И Моисей умирает, все представляют, да? То есть вождь, который вел весь израильский народ, по разным подсчетам, там, несколько миллионов было людей. Вот сейчас просто проследите, сколько раз Господь говорит Иисусу Навину не бояться. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Ордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я отдаю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Трижды он ему говорит о том, чтобы он не боялся и не ужасался. Видимо, было очень страшно, раз он так говорит. Возвращаемся к нашей метафоре. Они еще не вошли в обетованную землю. Это наше с вами сердце. Там есть столько всего неизведанного, столько всего, столько сокровищ, которые мы с вами можем, зайдя в эту землю обетования, найти, завоевать. Кто знает, что было, что за книгу, которую говорил Бог Иисусу Навину читать «Поучайся в ней день и ночь». О чем идет речь? О бытие? Было ли у них бытие тогда книга? Иова, может быть. Исайя, может быть. Ну, возможно, там были левиты числа, которые им сказаны, как правильно было, что делать. Но суть в чем? В том, что у него не было такой Библии, как была у нас. Они все передавали из уст в уста. И он учил это, он запоминал. И там было сказано о том, чтобы первое предать Господу. И тут Иерихон. Город с огромными стенами. Приходит ангел и говорит им, сделайте так, сделайте так, потом все упадет. Иисус Навин, слыша это, передает своему народу, и они делают так, как им сказал ангел. Но дальше Иисус Навин добавляет уже от себя. Все в этом городе заклято, ничего не трогайте. И после этого, как Иерихон упал, Ахан решил к себе оставить небольшой кусочек одежд, еще чего-то прихватил. И из-за того, что Иисус Навин сказал, что это заклято, во всем народе идет проигрыш. Они нападают на следующий город и проигрывают. Иисус Навин падает просто в прахе и начинает просить Господа, что не так? И он ему объясняет, что у тебя в народе есть те, кто согрешили. Переносим опять на наше сердце. Мы с вами встречаемся с какими-то вещами. Нам нужно получать слово от Господа. Но бывают маленькие такие мотивчики, бывают маленькие червоточины, которые начинают влиять на все наше сердце, на все наши действия, которые дальше происходят. Когда Иисус Навин с этим разобрался, они пошли и завоевали Гай. Потом там были еще люди, которые к ним приходили, но они уже не спросили у Бога и заключили с ними мир. Это некоторые компромиссы, которые мы с вами можем делать, не спрашивая у Бога. Очень много. У меня длинная целая история, но я буду сокращать, потому что время уже закончилось. В 1 Коринфянам 10 главе 13 стихе сказано о том, что в вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Как часто вы встречаетесь с какой-нибудь трудностью и думаете, невозможно. Но нельзя это перенести. Дело в том, что вы верите в ложь. Когда Бог говорил с Иисусом Навином, самое основное вечно, которое Он делал упор, это «Я с тобой». Куда ты не пойдешь, там буду я. Куда ты придешь воевать, там буду я. Верите ли вы в то, что Бог с вами прямо здесь, сейчас? Когда вы идете домой, куда бы вы ни наступили? Когда вы в этом уверены и когда вы это знаете, у вас правильное основание для того, чтобы строить дальше. Если вы в этом не уверены, то вас любой враг будет мотать в сомнениях, в страхах, то, о чем говорил Ольга Дмитриевна. Псалом 22, 4. «Если я пойду и долины, и смертные тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Давид говорит о том, что я пойду и долины, и смертные тени. Он не говорит то, что я буду всегда ходить по зеленым лугам. Он понимает, что будут в его жизни моменты, когда будет что-то проверяться в его жизни. Но он говорит, «Мое упование — Бог». Потому что он со мною. И это самое главное. Он понимает, что он человек, что у него есть слабости, что он может упасть. Но есть Бог, который рядом с ним, и он ему доверяет. В притчах 4 главе, в 23 стихе говорится о том, чтобы больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Как люди охраняют то, что им дорого? Они платят деньги за то, чтобы была охрана, чтобы была какая-то инкассация, чтобы были сейфы, чтобы было еще что-то. Они готовы за это отдавать большую часть своего имения. В Библии же сказано, «Больше всего». Что больше? Это значит «больше всего хранимого» — хранить сердце. И как раз то, о чем я сейчас с вами говорю, это наша с вами работа, это наш анализ, это наше мышление, как мы относимся к тем вещам, которые встречаются в нашей жизни. Готовы ли мы идти на глубину? Хотим ли мы узнать, что Господь нам приготовил? Как много Он сокрыл в нашем сердце и как много Он хочет дать тем, кто с чистым сердцем, потому что чистым сердцем Бога узрят. Расскажу последний пример просто. Недавно встречался со своим другом, стал ему рассказывать свои жизненные вопросы и пришли к такому выводу. Это практическое применение. Я решил, что обязательно нужно в конце добавить практику. Приходя домой, я чувствую свою усталость, чувствую свою, назовем это усталостью. Я смотрю то, что дома, допустим, не готово. Кушать нету или не убрано. Я начинаю злиться на свою жену от того, что она не убралась или что она что-то не доделала, то, что я хотел. И так же наоборот. Она, может быть, устала с ребенком, у нее что-то там произошло, какие-то свои депрессии или еще что-нибудь, какие-то свои мысли. И она начинает предъявлять мне какие-то вещи, что я уделяю мало ей времени и так далее, и так далее. И тут мне мой друг дает совет. Он говорит, что когда я прихожу домой неудовлетворенный, я начинаю искать проблему в другом. Он говорит, если я заключаю сделку на миллион долларов, то мне будет все равно, убрано у меня дома или нет. Мне будет все равно, готово у меня там. Я скажу, жена, оставь это, пойдем наймем кого-нибудь, пойдем в ресторан покушаем. И он говорит, из-за того, что я прихожу домой неудовлетворенный, я начинаю к ней цепляться. Он говорит, это моя ответственность проследить, чтобы я был удовлетворен внутренне. Это может быть от разных вещей. Это может быть какая-то там ситуация на работе или ситуация там на дороге, кто-то меня брызгал водой, когда я ехал. Но это моя ответственность следить за тем, чтобы я был удовлетворен. И эту удовлетворенность я получаю от Бога. Я наполняю себя, либо не наполняю. И потом можно просто проанализировать свой день, как часто я предъявляю претензии к другим людям. И один философ, я эту же историю рассказывал, ваши ожидания, ваши проблемы. Насколько часто вы требуете от других людей того, что вы себе напридумывали? И как часто мы ожидаем от других одно, а для себя это, в общем-то, не применяем? Но давайте я поставлю точку в том, что Иисус Навин погружался в Писание, и он был уверен в том, что Бог с ним. Иисуса Навина не стало, и народ перестал завоевывать землю. У нас внутри должен быть тот мотиватор, который будет гнать, завоевывать землю, не останавливаться, идти на глубину, не довольствоваться тем, что есть. Ну, в смысле, довольствоваться всегда, но при этом быть всегда с жаждой большего, потому что Господь хочет нам больше земли. Давайте встанем, поклонимся Господу. Дорогой Отец, спасибо Тебе за то, что Ты есть здесь с нами, и Ты даешь нам Твое Слово, Ты даешь нам мудрость, и Ты даешь нам желание двигаться в Тебе, развиваться. Я прошу Тебя, Господь, благословляю сейчас тех людей, кому нужно встретиться с Тобой, тем, кому нужно узнать о Тебе, тех, кому нужно вкусить этот плод познания Тебя. Мы доверяем Тебе, Господь, что Ты знаешь, когда и как совершить свою работу. Во имя Иисуса Христа. Если здесь есть люди, которые хотят встретиться со Христом, если хотят те люди, которые хотят покаяться, то выходите, пожалуйста, сюда, мы с вами вместе помолимся. Если есть желающие, помашите мне, чтобы я вас видел. Слава Богу. Это непростое время, но мы знаем, что Бог работает в каждом сердце. Мы знаем, что Бог готовит и сеет семена. Не бойтесь говорить своим соседям, своим друзьям, чтобы они могли приходить, чтобы они могли вкушать ту духовную пищу, которая здесь есть. Дорогой Отец, мы поклоняемся Тебе, а мы сходим к Твоему престолу. Мы ищем Твоего лица, и мы поклоняемся. Мы знаем, что Ты на троне, и ничто не может этого изменить. Благодарен Тебе, Отец, за то, что Ты даешь нам силу, Ты даешь нам возможности, Ты даешь нам таланты. И мы знаем, что Ты верный Бог, что ничто не может изменить этого. Ты находишься вне времени, и мы доверяемся Тебе. Будь прославлен, наш Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Возьми меня в горы На Твои просторы, Где любовь течет, как река. Ветра дуновенье, Твое прикосновенье, И милость Твоя велика. Я хочу быть выше, Там, где Дух Твой дышит, Где присутствие Твое. Твой Дух во мне течет, Любовь свою несет, Перед Твоим троном я склонен. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Ты Бог всю исцелил, По благо обратил, Ты подвиг на кресте совершил. Все слезы сосчитал, Мой страх навек забрал, Сын Божий ради нас самцем встал. Ты взял мою вину, Тобою лишь живу, Грех мира Ты распял на кресте. Святая кровь Твоя очистила меня, Ты искупил и оправдал меня. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем, Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Бог Богом, Царь, 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 Ируссет, Иисус Мессия, Бог Богом, Царь, 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 Ируссет, Иисус Мессия, Бог Богом, Царь, 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 Ируссет, Иисус Мессия. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всех сердцем ждем. Руки к небу вознесем, Иисус Мессия, Царь, 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 Царь. И почему-то Бог не давал такого пространного послания, которое я хотела бы с моей любовью к вам, потому что вы бесподобные, вы уникальные. Но когда я сюда встала и начала молиться, то я услышала вот это местописание, что когда апостолы дерзновенно проповедовали и их взяли в темницу, то пришел ангел Господень и освободил их и вывел их из темницы и сказал, идите и говорите это слово дерзновенно. Идите и говорите это слово жизни дерзновенно. И оно горит внутри меня просто сказать вам, что вы невеста Царя, вы в огне, вы в славе, вы в силе, вы в прорыве. И вас невозможно остановить. Вы сделаете то, для чего вы рождены. Вы сделаете то, для чего вы посланы. И даже если будут темницы, Бог выводит вас. И ангел Господень уже вывел кого-то сегодня и будет выводить. Это не закончится никогда. Поэтому от Бога побеждает этот мир. И вы победители. Еще я увидела, пока сидела, что вы как церковь Вифиль или как если хотите Jesus Culture. И у вас будущее такое, вы не как, вы лучше. Вы что-то здесь будете делать в России и делаете уже. Вы как законодательная власть. И Бог на вас возлагает какие-то большие и большие полномочия. Вы как моду Божию будете высвобождать. Небо Божие будете высвобождать. И если в Америке это Вифиль, он влияет на весь мир, то здесь это ваша церковь. И то, что вы делаете, оно бесценно. Поэтому укрепитесь, поднимитесь. Вы воины, вы победители. И вы в прорыве. И ангелы Господни ополчаются вокруг вас. И я знаю, что у вас будет самое крутое поклонение, прославление. И оно будет сводить небеса на землю. И будет идти трансформация. Эти песни будут звучать и переводиться на другие языки. Во имя Иисуса Христа. Я просто это увидела. Это невозможно придумать. То есть я об этом не думала, но мне сказали, вы об этом молитесь. Да? Аминь. Так что у вас это получится. Слава Господу. Драгоценные. У нас сейчас есть возможность пригласить сюда служение души по печенью, у которого был недавно выезд в Псковскую область. И у нас есть прекрасная возможность посмотреть на тех, кто служит нам, служит нашим сердцам, нашим душам, чтобы мы были свободны, чтобы дух наш поднимался. Можно просто приветствовать аплодисментами. Это такие великие люди, которые не всегда заметны, не всегда стоят здесь на сцене, даже, можно сказать, не стоят. Но они стоят на Божьей высоте и служат очень многим. И я так понимаю, что у нас есть ролик. Мы его сначала посмотрим, а потом предложим, может быть, у кого-то есть чем поделиться. ПЕСНЯ 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 Добрый день, дорогая церковь! Я хочу вначале немного сказать о нашем служении, потому что служение душепопечения. Иногда даже спрашивают, а что такое душепопечение? Это забыла о душе. Есть такое выражение, никто точно не знает, где находится душа, но как она болит, знают все. Вот наше служение, оно как раз направлено на то, чтобы помочь обнаружить эту боль, выявить ложные убеждения, которые с этим связаны, боль в душе, в разуме, воле, эмоции и с Божьей помощью найти причины, с Божьей помощью вот это устранить. Мы проводим индивидуальные консультации, многие из вас уже были у нас на Пионерской, вы знаете это, наверное, когда наедине с услужителем вы говорите о проблемах в своей жизни и получаете от Бога исцеление. Мы проводим еще служение освобождения. Ближайшее служение освобождения будет 12 ноября. Это освобождение от нечистого мира, от бесов, поэтому вы можете приходить на индивидуальные души попечения, нужно будет обязательно записаться. Это не формальность, это для того, чтобы сколько человек записано, столько служителей нам и необходимо будет, чтобы они были на месте. Мы проводим в онлайн служение, консультирование через WhatsApp, в Skype мы проводим уже давно, но особенно очень активно мы работали во время пандемии. К нам присоединялись многие люди из других городов и стран. Мы проводили курс души попечения в течение трех месяцев, проводили конференции в Zoom. Сейчас тоже остались эти конференции и остался курс души попечения, где в течение трех месяцев мы разбираемся с проблемами внутри и с Божьей помощью получается исцеление. Поэтому приглашаем вас. А, еще не сказала про выезд. Самое главное же, мы же вышли здесь, чтобы свидетельствовать о выезде. Это всегда очень замечательное время, потому что на три дня мы отрываемся от обычных своих проблем и погружаемся в атмосферу Божью, где вместе со всеми братьями, сестрами в присутствии Божьем мы получаем укрепление, отдых своеобразный, направление какое-то, направление для нашего служения. Очень много с пастором об этом говорили. Поэтому, слава Богу за такие выезды. Я хочу сказать, что это время очень радостное. Бог собирает нас вместе, всю команду, и это очень важно. Здесь мы учимся принимать друг друга, любить друг друга. И я бы хотела сказать еще, что Бог каждый раз показывает, на каждом выезде показывает мне, с чем мне еще надо работать. Поэтому, конечно, это время, это вообще путешествие с Иисусом для меня. И мы получаем там духовные витамины для укрепления. Так что мы получаем поддержку очень сильную, духовную. Ну, это санаторий, наверное, для духа, души и тела, который в течение трех дней. И вот это вот в исполнении идет по полной программе. И рабочие, конечно, моменты. Но как мы только приехали, меня порадовали, удивили грибы, которые просто уже настолько там много их растут и приближаются уже к кухне. Такое впечатление, что сами скоро будут прыгать в кастрюлю. То есть вот такое вот. И очень меня порадовало, что атмосфера такая, знаете, радости была. Вот, наверное, как перезагрузка. То есть вся команда, обычно душепопечители такие серьезные довольно-таки люди. А здесь мы смеялись просто по мелочам. Ну, просто Господь вот в такой волне радости, смеха нас, наверное, как перезагрузка была всего. И, конечно, хочется поблагодарить всех, как всегда. И кто нам готовил, и кто пел музыкальную группу, Олечку. Спасибо огромное, потому что такое сильное присутствие Божие помазание было. Это вообще слава Богу. Но хочу особенно отметить Ольгу Дмитриевну, Сергея Александровича, всю ее семью. Потому что это служение Богу и служение нам. В простоте, с любовью к каждому. И это очень дорогого стоит. Когда от Сергея Александровича получаешь кашку, Ольга Дмитриевна подбрасывает дров для того, чтобы баньку стопить. Вы знаете, это очень ценно. Это очень ценно. Это такой труд. И вся семья – это жертвы для Господа, жертвы для нас. Наверное, мне так кажется, и помазание, и дары от этого. Так что нам есть к чему стремиться и с кого брать пример. Слава Богу за эту семью. И пусть Господь воздаст столицы и восстократ во имя Иисуса Христа, по богатству славы своей, во все сферы жизни этой семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Аминь. Ну, когда собираются Божьи дети, которые любят, любящие Его, когда Дух Святой приходит благословением Отца, и вот эти все течения вот этих дней мы купаемся в этой Божьей любви, Божьей благодати, но это вдохновляет, это поднимает, это... Ну, это круто, короче. Драгоценные сестры и братья. Я хочу поделиться негативным опытом из этого выезда. Я внешне, наверное, была так же, как и все. Я славила Господа, я участвовала в упражнениях, но когда я домой приехала и стала вспоминать, что же там было, я не могла вспомнить, у меня было ощущение, что я это все видела во сне. И я начала разбираться с этим и поняла, оказывается, я там не смогла освободиться от озабоченности. Мне нужно было заказывать автобус для группы, и вот эта озабоченность, там еще одно дело было, которое я делала, но вот эта озабоченность мне помешала погрузиться полностью в Божье присутствие. Поэтому я благословляю всех вас, особенно тех, кто будет ездить еще туда, в Бровск, на этот выезд, постараться научиться полностью отдаваться Духу Святому и все свои заботы оставлять дома. Будьте благословенны! Это такое прекрасное время, когда вот эти три дня мы отделяем Богу. И я отделила себя от каких-то повседневных дел, отделила от работы, от служения и посвятила Богу. И я очень благодарна, что у нас есть такая возможность выезда. И я благодарю Господа, я благодарю Ольгу Дмитриевну, благодарю нашу команду за общение. И там очень здорово, что я могла скинуть то, что ветхую одежду, какую-то старую одежду, и наполниться любовью, наполниться миром, и получить новые направления. И Господь, Он всегда хочет и жаждет общаться с нами. У Него всегда есть, что нам сказать. И самое важное, это понимать, что Он хочет сказать нам, куда направить, как поддержать. И в связи с этим я, дорогая церковь, и хотела вам напомнить, что от начала нашей церкви, от старта церкви у нас продолжают функционировать и служить для вас пророческие столики. Это перед служением за 40 минут примерно мы вас ждем. Если кто-то хочет, чтобы мы нарисовали пророческий рисунок, где мы вас вдохновим, поддержим, дадим надежду исцеляющую, и либо кто-то, если хочет служить в этом направлении пророческих рисунков, то, пожалуйста, я приглашаю вас до служения, через служение за 40 минут. Спасибо, дорогие. Слава Богу, что те, которые служат нам, служат многим людям уже не только в нашей церкви, потому что горизонты расширяются, они сами могут иметь эту отраду для души, этот выезд, эту возможность соединиться, просто побыть в Божьем присутствии и побыть друг с другом. Давайте мы их благословим и вдохновим на следующее движение, дальнейший путь. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за это чудесное служение, душа попечения Божия. Только один Ты, сердцеведец, только один Ты, попечитель душ. Спасибо, что Ты делишься своими дарами с человеком и даешь возможность этим чудесным сестричкам быть Твоими каналами, чтобы Твоя помощь, она приходила вовремя, и чтобы люди, они могли освобождаться от всякого бремени, от всякого груза. Отче, поэтому мы просим сейчас, чтобы их сердца всегда были пред Тобою, Отче, в искренности, и чтобы они всегда могли вовремя замечать и обнаруживать, что легло на них, какое может быть бремя, что мог враг души подкинуть им самим, и чтобы они всегда могли освобождаться, вовремя скидывать в себя всякие чуждые бремена, чтобы идти в Твоей легкости, чтобы идти в Твоем благоухании, чтобы в Твоей свободе помогать другим. Отец, мы благословляем их маршрут и благословляем эту команду преумножением, Боже, чтобы им было нетрудно, чтобы им было очень легко двигаться, и пусть это Слово, которым Ты их снабжаешь, оно распространяется, и пусть дары духовные действуют на этом служении очень мощно, и дар Слова знания, Боже, и мудрость Твоя, Отче, чтобы они и пророческие дары могли высвобождать в служении людям. Спасибо Тебе, Отец. А Ты знаешь, как Ты хочешь сам послужить им во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Спасибо, драгоценные. Я вот пользуюсь сейчас, я представитель молитвенного служения, пользуюсь тем, что хочу иметь возможность здесь стоять на сцене, и я приглашаю тех, кто видит в себе дар молитвенника, приходить. Как сейчас приглашали за пророческий столик, я приглашаю на молитву. У нас каждое воскресенье в 11 часов. Вот если выйти в эту дверь и подойти к лифту, рядом с лифтом есть дверь, и там идет молитва. Она идет 50 минут с 11 до 11.50. Можно прийти и присоединяться, чтобы уже, предваряя служение, войти в этот поток. Благословляю. Сейчас давайте мы благословим друг друга. Прострем друг к другу руки. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Да, шалом Божий. С миром Божьим и с радостью идем мы в свои дома. Спасибо всем. Субтитры создавал DimaTorzok